Александр Лукашенко Во-первых, изменится бюджет прожиточного минимума. Вслед за ним подрастут и выплаты для отдельных категорий пенсионеров. Увеличатся доплаты людям старше 75 лет и надбавки по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет. А также социальные пенсии. Вырастут и пособия по уходу за ребенком, а также семьям на детей до и старше 3 лет. Повысятся выплаты женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности. Минздрав Беларуси разрешил врачам ставить диагноз «инфекция COVID-19 без ПЦР-теста». Новое введение приняли с целью сократить риск заражения при посещении медучреждений. Определенного лечения от коронавируса как такового нет. Если болезнь протекает в легкой форме, то пациент может поправиться в домашних условиях. Для этого нужно соблюдать все рекомендации. Если медработники определяют пневмонию, то, соответственно, ее и лечат. Хоккейный клуб «Бобруйск» на своем льду не справился с минским юниором 2-4. Игра прошла в рамках 25-го тура второй стадии париматч в высшей лиге. Сейчас наша команда идет на четвертом месте в турнирной таблице. Льву Лещенко 80. Многие шлягеры в исполнении народного артиста РСФСР стали классикой советской, а затем и российской эстрады. Свою необычную популярность певец завоевал благодаря мощному голосу и благородной манере держаться на сцене. «Белая береза», «Не плачь, девчонка», «Нам не жить друг без друга», «Соловейная роща», «Ни минуты покоя», «Родная земля». Ну а главный хит исполнителя – «День победы». Его поет вся страна уже больше 45 лет. Редактор субтитров А.Семкин